Сказал он вот следующее, я просто несколько цитат таких вот вырвал, из контекста будем так говорить, потому что речь у него длинная. «Я человек не советский, я эти слова не понимаю, ни в принципе, ни коллектив. Какой тут коллектив? Никакого коллектива никогда не бывает, и его нету. Это выдуманные социалистические бредни, которые привели к развалу страны». Это первая цитата. Вторая такая у него жесткая достаточно. На Красной площади останки этих бандитов, фашистов, которые лежат у несчастной Кремлевской стены, реликвии России, где похоронены эти подонки, все, мерзавцы, которые разрушили государство. Поправочку внесу, там в этом мемориале у Кремлевской стены 244 человека похоронено, среди них Юрий Гагарин, Жуков, Рокоссовский, ну и другие выдающиеся деятели нашей страны, которых Юрий Петрович всех скопом записал в подонки. «Мерзавцы» тогда. Это его собственные слова, которые по стенограмме, значит, я цитирую. Дальше. «Варвара, мерзавцы, коммунисты» он называет. Даже при том режиме страшном «я убирал руку», а мог бы тут же получить и наручники, убрав руку. То есть здесь он из себя такую жертву режима строит. Убрал руку, при этом прекрасно себя чувствовал в кресле главного режиссера. И никто не скрывает, что, и об этом даже говорят с гордостью, что когда какой-то спектакль любимого запрещали, он звонил начальству, звонил Андропову и в конце концов пробивал спектакль. Ничего себе борец с тоталитаризмом, который может позвонить Юрию Владимировичу Андропову и решить проблемы. Вот это очень интересная вещь психологическая. Я это замечаю не только по людям, которые на слуху, но я и среди знакомых своих знаю немало людей. Наибольшее количество претензий к советской системе, к советскому прошлому выставляют те, кто от этой системы получил абсолютно все. У кого был очень часто партбилет в кармане, который выше всех тянул руку на партсобраниях. И эти люди в один момент превратились в антикоммунистов, в борцов с режимом, а еще и в жертвы режима. Вот это та же логика. Да, совершенно верно, та же самая логика. Но эта логика, она как бы и после смерти любимого постоянно вбивается людям в голову. Вот эта мифология вся, которая выстроена была еще тогда при его жизни, она и сейчас как бы строится, строится. И все время людям пытаются доказать, что вот жертва режима, его все притесняли, а он каким-то таким ловким образом... Да, действительно, наши телевидения, практически все каналы отреагировали на смерть любимого разговорами о том, что это был борец с тоталитаризмом.